Забор, разрушенный ураганом, который прошел по Анапе больше недели назад, так никто и не отремонтировал. Начальник управления муниципального контроля Кирилл Чененков спустя час встретился с подрядчиком на заброшенной строительной площадке. Сейчас самая основная задача, вы должны очень быстро восстановить забор до обеда, вот эту часть посадки, и потом уже приступаете дальше. Хорошо, без проблем. Мы полностью ликвидируем за пару дней, абсолютно все. Мне самое главное, чтобы вы до обеда восстановили вот эту часть проезжей, где люди проезжают, видят. Надо вывезти мусор отсюда. Когда вы мусор сможете отсюда вывезти? В ближайшее время. То есть пару дней это уйдет на забор полностью, восстановление, укрепление и так далее. Чтобы такого больше не повторилось даже с... Я так понимаю, это повторяется уже не раз, вы его восстанавливаете. Восстанавливаете, по моей памяти, уже третий раз его после урагана. То есть делаете работу некачественную. Подрядчик обещал в этот раз сделать забор крепким. А вот хозяина разбитого автомобиля так найти и не удалось. Причем никто из гаражного хозяйства не знает, кому он принадлежит. Это я не знаю, это неизвестно. Это неизвестно. Это с ваших или с этих ГСК, да? Даже-даже. Нет, здесь одно ГСК просто разный. Непонятно. И надо навести к территории порядок, который прилегает. То есть вырвать всю траву. Но сегодня, скажем, я вам не могу гарантировать, я течение двух дней сделаю. Потому что вот эта вот краситель, вон, два дня уходит где-то. Пока аварийный автомобиль убрали ближе к гаражному хозяйству. Полиция разыскивает владельца транспортного средства. Вадим Родин, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова